Это сейчас в регионе, в студии Алексей Шумякин. Добрый день. Сегодня день памяти и скорби. В 76-й годовщину со дня начала Великой Отечественной мы вспоминаем павших. Около 140 тысяч жителей Архангельской области не вернулись с фронтов той далекой войны. Митинг памяти в столице Поморья собрал этим утром возле вечного огня ветеранов, молодых активистов, общественников, депутатов, руководителей города и области, рядовых архангелогородцев. Они зажгли свечи памяти и возложили цветы к монументу. Ровно в 4 утра, в час начала нападения фашистской армии на Советский Союз, почти лепавших минутой молчания. Я очень хорошо запомнила, как мы провожали своего папу на фронт. Это было так тяжело и скорбно. И чтобы не расстраивать маму, я ушла и спряталась, чтобы она не видела, как я плакала. Мне было жалко ее и жалко то, что папа уходит от нас. В День памяти и скорби коллектив Архангельского телевидения и администрации Соломбальского округа продолжили эстафету памяти. Напомним, накануне 9 мая наша телекомпания призвала горожан навести порядок на Соломбальском кладбище. Здесь находятся десятки заброшенных могил советских солдат. Позже к акции присоединилась и администрация Соломбальского округа. Удалось перевести в порядок больше десятка могил. Сегодня рядом с обновленными памятниками были высажены многолетние цветы. Сегодня на нашем Соломбальском кладбище достаточно много захоронений людей, погибших в Великую Отечественную войну и защищавших нашу родину, погибших, умерших позже. Многие из них сегодня находятся в достаточно заброшенном состоянии. Наша телекомпания предлагает присоединиться к эстафете памяти всем горожанам. Подробности можно узнать по телефону 211 385. В деревне Фроловское Красноборского района сгорел 12-квартирный дом. Без крыши над головой остались 24 человека. К моменту прибытия пожарных кровлестроение было полностью охвачено огнем. Возгорание тушили пожарных, пять пожарных расчетов. Все жильцы, в том числе девять детей, эвакуировали самостоятельно. Один человек получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение Котловской больницы. Здание восстановлению не подлежит. Трем семьям уже предоставлено маневренное жилье. Еще пять пострадавших семей пока расположились у родственников. Почти месяц час жилого фонда поселка Вычегодский в Котловсе остается без горячего водоснабжения. В конце мая ресурсоснабжающая организация отключила воду для проведения плановых ремонтных работ. Но они затянулись. Почему, расскажем прямо сейчас. Горячая вода в дома поселка Вычегодский подается с двух котельных. В конце мая одна из них закрылась на плановый ремонт, который вместо положенных двух недель продолжается до сих пор, потому что коммунальщики пытаются отремонтировать старую дымоходную трубу. Во-первых, труба имеет сильные утоншения и коррозию металла. Некоторые утоншения металла составляют полтора миллиметра, что не обеспечивает безопасность данная труба. Может в любое время упасть на жилой сектор. Для проведения капремонта трубы был объявлен электронный аукцион. Ведь предприятие муниципальное искать подрядчиков имеет право только через торги. Но заявок не поступило. Ремонт трубы не начался. Да, и горячее водоснабжение до сих пор отсутствует, что, естественно, возмущает людей. Вот рядом у нас во дворе, в конце, котельная, можно же, наверное, закольцовать, чтобы сделали воду. В прошлом году такая же система была, точно такая же. А что, у них еще труба, у них каждый год что ломается. Точно такая же не было у нас горячей воды. Сейчас предприятие подало документы на повторное проведение аукциона. Ориентировочная дата заключения контракта – июль. Плановые сроки его исполнения – до 20 августа. Так что жители Вычигодского получат горячую воду, видимо, с началом отопительного сезона. Светлана Дейнека, Архангельское телевидение. В Архангельске стали известны первые результаты ЕГЭ по географии и информатике. Эти две дисциплины сдавали 197 выпускников. 100 баллов не набрал никто. Естественные науки школьникам в этом году дали сложнее. Средний балл за экзамен по географии – самый низкий за последние 4 года. Всего 61,1. Но минимальный порог преодолели все. Информатику ученики усвоили лучше. Тут самый высокий средний балл за те же 4 года – 63,3. Зато 10 человек не справились с заданием и готовятся сейчас к пересдаче. «Детишки на жизнь» – так называется новый туристический проект в Конышском районе. Он рассчитан на школьников и реализуется на субсидию регионального министерства культуры. Это интерактивный маршрут-конструктор о детстве родителей, бабушек и дедушек современных школьников. Целевая аудитория – дети до 14 лет. Для них пройдут мастер-классы из папиного и маминого детства. Туристическое предложение уже протестировали туроператоры из Архангельска и Вологды. Первые группы туристов они планируют перевезти в Конышский район в предстоящие осенние каникулы. Хотя взрослым туристам проект также будет интересен. Ведь им предложат вспомнить юность побывать в квартире с обстановкой 60-80-х годов прошлого века. Специально для путешественников в кафе «Коныши» разработано особенное меню. Завтрак, дружба, переменка, обед, будь готов, всегда готов и ужин отбой. Район принимает организованные группы школьников и взрослых с 2015 года по программе «Деревня», которая вдохновляет. Туристы едут в Норинскую посмотреть место ссылки Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Увидел свет очередной номер еженедельника МК в Архангельске. И вот что можно прочитать на его страницах. Инвестиции в помойку в Архангельске хотят заменить ржавеющие мусорные баки на евроконтейнеры. Придется ли за это заплатить горожанам? Ответ на 15-й странице МК. Рок-н-ролл мертв. К такому выводу пришел журналист МК в Архангельске, посетив главный рок-фестиваль «Лето-Мост». Считаться с его мнением или нет, решайте сами, когда прочитаете статью на 21-й странице. Солнце в наших северных краях – редкий гость, поэтому многие страдают от анемии. Можно ли сейчас, летом, повысить уровень гемоглобина с помощью продуктов? Советы врачей и рассуждения журналиста на 28-й странице еженедельника. МК в Архангельске освещаем ярко. И сегодня в Архангельске объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи обещают дожди, грозы и сильный северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура днем будет не выше 16 градусов. Такие новости к этому часу. Увидимся в 16.00. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин